Здравствуйте, меня зовут Владимир Карлович, мы с вами на канале Процветок. Сегодня я расскажу о всех секретах прививки плодовых деревьев. С чего надо начинать? Изучили интернет, но в первую очередь надо для себя понять, что вам необходимо для качественной прививки. В первую очередь это инструмент. Вот у меня на столике много различных инструментов, и весь он у меня используется в периоды, когда можно прививать. Дальше. Разобраться надо с тем, какие вы черенки будете прививать, как вы их сохраняете, чтобы они были качественными, и разобраться, на что вы будете прививать. То есть, на какой подвой. Или это взрослое дерево, или это однолетний саженец, на который вы хотите привить черенок или почку. Вот от этого зависит успех. Поэтому давайте все об этом сегодня и поговорим. Итак, вот у меня на столике инструмент для прививки. Что здесь есть? В первую очередь, обратите внимание, прививочные ножи. Вот их у меня тут. Видите, целый комплект. И каждый ножик как бы имеет свое предназначение. Можно использовать для прививки как ножик, так и прививочный пистолет. Вот у меня в руках прививочный пистолет. Теперь давайте мы перейдем к вопросу, как все правильно делать. В первую очередь, я бы рекомендовал начинающим садоводам срезать несколько веточек, взять свой острый ножик и дома, в домашних условиях, в тепле, потренироваться делать срезы. Потому что, если прийти в сад, в прохладную погоду, то в саду у вас и руки мерзнут, и все. И поэтому вы можете где-то эти срезы некачественные сделать. Вот черенок взяли мы. Делаем срез. Делали срез. И язычок делаем. Делали язычок. Черенок обрезаем на 2-3 почки. Вот он у нас, видите, по длине такой длины. И совмещаем. Вот у нас получилась прививочка. Итак, вот мы совместили подвой с привоем, черенок с подвоем. И остается нам взять изоленту. Изолентой обмотать срез. И верхушечку черенка нашего замазать варом. Я обычно делаю это садовой краской. Почему? Потому что садовый вар летом он остается. И такое жирное пятно на веточке. Мы можем где-то ходить, терянуться. И остается на одежде жирные пятна. Я обычно вот эти срезы замазываю водомущенной краской. Этой водомущенной краски хватает на 2 месяца, пока здесь этот срез зарастает. И с этой почки верхней начинает расти побег. Вот я вам рассказал о приеме прививки улучшенной копулировкой. Но в основном, если люди большие объемы прививают или ограниченное количество черенков, тогда прививают почкой. Вот обратите внимание, легкий прием. И вот у нас есть почечка. Мы делаем тут надрез снизу почки. И легким движением руки вот у нас получилась такая почечка. Мы сделаем такой же срез на подвое. Видите? И у нас остается только ставить эту почку в срез. И обратите внимание, опять же, вот такое ощущение, что эта почка тут и была. Обматываем пленкой. Я обычно нарезаю пленку с молочных пакетов. Есть специальная пленка для прививки. Она продается в магазинах. Обматываю на месяц. Через месяц, чтобы эта почка начинает уже пробуждаться. Сама ветка начинает утолщаться. И поэтому, чтобы не передавливалась эта почка, мы уже эту обвязку снимаем. Какие ошибки бывают при прививке? Главное, я считаю, ошибка, это та, что люди берут уже весною веточки, срезают для прививки с распущенными почками. Они уже проснулись, они уже потеряли энергию. Энергии для того, чтобы черенок прижился, меньше становится. Поэтому я обычно заготавляю черенки зимою. Зимой заготавляю. Ставлю в подвал, в прохладное место, чтобы они там не просыпались от тепла. И храню до апреля месяца. Вот апрель месяц, самый такой период, когда можно проводить прививку. Уже вы привили, и через неделю, через две на срезах появляется калиус. То есть это вот уже срастаются черенки. Поэтому этот момент надо учитывать. И обратите внимание, что вот эти черенки надо заготавливать желательно в начале зимы, когда еще морозов нет. Если у нас в этом году зима мягкая, да, можно эти черенки заготовить и ранней зимой, и весною. А если бы у нас зима была суровая до 20 градусов, и мы пришли весной, спохватились, начали заготавливать черенки, особенно для косточковых растений, то они бы уже были подмерзши, и тогда качество прививки было бы гораздо хуже. Вот у меня здесь ведро, в котором я за зиму насобирал различных черенков. То есть это у меня вот фундук, сирень, слива, войлочная слива, даже ива, которые я буду перепрививать. При заготовке черенков я обычно выбираю побеги однолетние, где-то длиной до 30-40 см. Нежелательно такие вегетирующие побеги выбирать, которые называют волчками. Почему? Потому что они имели активный рост, и много энергии потеряли на рост. И если мы их сейчас начнем прививать, то энергии у них будет малые питательные вещества, для того, чтобы эти питательные вещества пустить на срастание нашей прививки. Возле дома у меня растет дерево, ему уже 50 лет, белый налив. Но белый налив – это такой сорт, который быстро перезревает летом. Мы не успеваем его даже и попробовать, и пустить переработку. Поэтому я решил вот этот белый налив перепривить летними сортами. Вот у меня здесь привито дерево сортом коробовка. крупноплотное. И я нашел веточки, на которые в прошлом году привил сорт яблочный спас. Вот видите, у меня даже тут бирочки есть подписанные, чтобы они не затирались и через 10 лет. Обвязки я уже снял, видите, с прививок. Но, видите, саму пленку не выбрасывал. Отметил, где у меня вот эти вот побеги привитые. Потому что летом начинает поросль расти и могут эти ветки спутаться с порослью. Потом в следующем году мы начнем прореживать, начнем обрезать и можем дойти до прививочной этой веточки и тоже ее обрезать. Я обычно, когда прививаю, делаю прививку, делаю прививку, чтобы мне ускорить срок плодоношения, я прививаю не черенком с двух почек, а делаю черенок где-то пять почек. Вот обратите внимание, вот я привил этот черенок, вот у меня здесь было раз, два, три почки. Они все пустили почечки побеги за лето. И я надеюсь, что уже в следующем году на них заложатся первые цветковые почки. Это тоже такой прием, который надо использовать для того, чтобы ускорить плодоношение на нашей привитой ветке. Итак, мы пришли в сад. Вот у меня растет алыча царская. Это алыча желтого цвета. Всегда хочется, как и на любом столе места одного вида бутербродов, иметь несколько видов бутербродов. Так и у нас на дереве. Мы можем на эту царскую мою алычу привить другой сорт. Вот у меня есть черенки ветрость-2. Видите, у меня черенок. Ветрость-2. Вот. И я перепью это дерево. И у меня получится, что на одном дереве у меня будет несколько сортов. Достоинство вот это в чем? в том, что, во-первых, различие сортов будет на одном дереве. И другое, и самый главный момент, что эти сорта будут друг друга опылять. И будет лучше урожай. Поэтому, опять же, видите, прививка много чудес может делать, если умело ею пользоваться. Итак, подходим к дереву. Вот у меня есть черенок ветрость-2. Я примерно, вот видите, он совпадает у меня с веточкой на моей царской алыче. И я здесь вот сделаю прививку. Делаем срез. Делаем язычок. Сделали язычок. И подготавливаем теперь сам черенок. Видите, они практически совпадают. Совместили. И остается нам замотать эту прививку пленкой, салентой. Наматываем черенок нелипким слоем, чтобы потом легко она отматывалась и кору не рвала. Видите, вот липкий слой у меня вверху, а я нелипким слоем наматываю. Вот таким вот образом. Так, ну вот, сделали прививочку. У меня спрашивают, иногда звонят, люди спрашивают, когда можно делать прививку? Прививку весеннюю можно делать в апреле, в мае месяце. Лучше всего в апреле, потому что в апреле уже идет сокодвижение, и мы привили эти черенки, и они уже начинают срастаться. Можно в мае даже, пока сокодвижение, до середины мая прививать, но здесь уже есть такой тонкий момент, что наши черенки, даже если мы где-то храним их в подвале, в холодильнике, начинают просыпаться, вот, распускаться почки, и тогда качество прививок у нас будет от этого страдать. Прививка делается весеннее и летнее. Летней мы обычно прививаем почкой. Я вам тоже показывал, вот, этот прием, вот, кто пользуется, очень простой, и хороший всегда процент проживаемый. По инструменту. Я вам рассказывал, что инструмент должен быть качественным, хорошо заточенным, но обязательно, что у меня в аптечке садовода есть маленькая бутылочка со спиртом, то есть, тряпочку я намачиваю и постоянно лезвие ножа протираю, потому что, особенно если нож сделан не с нержавейки, он быстренько окисляется, даже обратите внимание, вот мы делали срезы, и уже на ноже такие темные пятна появляются. Они будут переноситься на срезы черенков, и от этого качества прививки у нас будут страдать. Вот, обратите внимание, у меня в прошлом году было дерево, старое, и уже сорт этот меня не устраивал, я решил привить новым сортом. Сейчас я посмотрю, о, Ред Чунапринц, очень популярный сейчас сорт, везде, в магазинах продаются эти яблоки, и я решил привить мое дерево. Для этого, в первую очередь, я пришел сюда, чтобы делать прививку с бензопилой, то есть, обрезал все большие суки, видите, вот один сучок я обрезал, вот здесь сук обрезал, вот обрезал вверху сок, вот здесь удалил сучок, вот обратите внимание, большую ветку обрезал, здесь пошел молодой побег расти, этот побег я могу в этом году тоже этим сортом привить, а так, я выбрал тоненькие веточки, вот, и на эти тоненькие веточки привил черенками сорт, который мне нравится. В этом году мне останется только перенаправить сокодвижение на этом дереве, вот видите, была большая ветка, была большая ветка, вот, а здесь была маленькая веточка, я эту заглушил, соку, не было куда деваться, как идти вот в эту ветку, она получила хорошее питание, черенок, вот этот вот, с двух почечек, хорошо прижился и дал побег, вот, обратите внимание, полметра этот побег, уже его надо вот сейчас укоротить наполовину, чтобы он дал тут боковые веточки, и в следующем году я вам даю гарантии, что мы здесь с этой ветки получим урожай. Я надеюсь, что сегодняшний наш разговор о прививке пойдет вам на пользу, и в каждом саду появятся новые деревья, привитые вашими руками. Редактор субтитров А.Семкин